добрый вечер друзья так алексей алексей значит алексей привет пришло и так вы меня пишите здравствуйте конечно привить ваше замечательное тут немножко иронии если не сказать золотые саженцы это здорово вот только почему вы не делаете небольшое пояснение что может произойти не совместимость при воем новинка узнали от меня узнали что произошло у меня даже со сливой вы же сами говорите если мой родной слова родной скорее всего словом подвое вот если мой подвое и мой плевое то все хорошо так предупреждайте хоть те, кто хочет купить, про несовместимость. У вас, видимо, неудача произошла. Так, с прививкой появляется надежда на хороший исход. Но он пройдет, когда не получится. Или это действительно лотерея, привьется или нет. Так, ну что получается? За вам, видимо, стоит неудача, да? Так, смотрите. 77 вебинаров. Вот. Много фильмов, посвященных именно прививке. Вот, посмотрите, какой яростный спор в моей гостевой книге. Там сослись два практика. То есть, практика науки, она отрицательная. Если будем растить, выращивать, 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 получите шиш. И действительно, у самой науки так получилось. Есть другая крайность. Я приводил пример. Заметьте, не выпячиваю себя. Десятки фамилий. Самых умных, уважаемых садоводов России. Вот. Все они это привальщики или близко к этому. Значит, есть такая поговорка, как она, песня. Не ходите, идите в Африку гулять. То есть, действительно, существует несовместимость. Про нее больше всех опять же на планете рассказывал и рассказываю. И даже открываю я. потому, что обычно рубленные фразы. Да, нет, пошел нафиг. Вспоминаем Мичурина. Вспоминаем его фразу, которая остановила развитие именно направления прививок, а значит вегетативной организации на десятки лет, если не на сотни. Еще раз цитирую. Видите, я же цитировал десятки раз, поэтому вот этот упрек вот как раз выделил, да. Я говорил десятки раз. Хотел сотни раз, не получается сотни раз. Трибуны не дает. А свой круг уже знает о чем речь идет. Итак, Мичурин не подставка на хладостойке по двое не увеличит нарастойкость приводов. Ну, вы сами понимаете. Речь идет о роскошных о южных сортах, которые хотелось перенести на север. Получился крах. Но этот крах не получился у нашего поколения. Вот. Мы не отрицаем Мичурина. Мы просто сделали следующий шаг. Может, сошли с этой стропы. Там, где мы можем сколько угодно можно делать без прививок. Садить сеянцы тысячи, десятки тысяч. Помните страшные цифры с моего этого? С той дискуссии на моем сайте. Страшные цифры. Без конца. Вот. Я все это прошел и у меня получился компромиссное решение. Компромиссный вывод. он очень важен. Я не знаю. Давайте, наверное, на следующем вебинаре, потому что я уже готов к этому разговору. Но я хочу еще лучше подготовиться. Понимаете, в чем дело? Как я начинаю говорить? Представляете, звонок, да? Я вынужден, а большинство тех, кто хочет, но боится и не уверен. Это они мне пишут, но чаще звонят. Это выглядит так. Я уже по-быстрому. Раз уже решили скупить у меня черенки, то, пожалуйста, приводите. Быстренько, коротенькую такую лекцию, пока меня человек слушает, приводите как можно ниже в основании штамба или в основании скелетной ветки. Берите нижнюю часть ветки. Ну, тут же бывает, а почему 20, 30, 40 минут к концу крыша едет? Вот. Представляете, как я рассказываю, почему, от чего и почему, как это все непросто, а боже ты мой. Вот. Потому что с одной стороны так, с другой стороны этак. Вот. Как по этой скелетной прививке ненавидят дерево, как оно расправляется с этими, с теми, кто пытается закрепиться. Вот. И сколько всяких получается этих самых вариантов. Вот. Наверное, мы, наверное, с вами поговорим еще раз. Вот. Возможно, даже начнем с этого письма. Вот чем дело-то. И многих, кто сомневается, у меня еще материал специальный. Учебные диски. Там все расписано, разжевано. Ну, лучше никто, лучше ни один студент в Академии не выйдет из Академии с такими знаниями, как если бы он один диск просмотрел. Только один там из 20. Вот. А там же все как это расписано, разжевано. Понимаете, я, мне сложно. Я человеку говорю, купите диск, он 300 рублей стоит. Да нет, что-то не хочется. То есть, дело, даже не в этих 300 рублей. Нет. Человек не хочет учиться. Вот. Навыки простейшие он знает. Косой срез, состыковал. Многие знают, что такое почка и прививка. Вот. И получается, что по-настоящему учиться очень сложно. А вот то, что вы зацепили за то, что мой подвой и мой привой, я еще расскажу. Это очень важно, 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 важно. И может быть, мне даже придется целое, как бы, пособие сделать, что это важно. Вот смотрите. Там в литературах классики говорят, что Сибирка не приживается. На Сибирке не приживается. У Железов приживается, не только у меня. Но как же это получилось-то в чем? Вот. А что такое несколько поколений? Берешь четвертое, пятое поколение. Вот она. А это антинаука. Ой, выключайте компьютеры. Все. Дальше антинаука пошла. Я применяю термины невозможные вообще по жизни. Ветка, которую я отрезаю культурную, допустим, роскошную. Там у меня есть 500 граммовые груши, 500 граммовые, сладкие, 500 граммовые яблоки, которые год лежат и вкусные. 500 граммовые, да. И отрезаю эту ветку. Какое оно отношение имеет к Сибирке? Я за Сибиркой еду за 10 километров, за 15 тайгу. Какая там пчелка, которая принесет пыльцу культурную, чтобы испортить этот самый. А она приживается. А я же взял с четвертого поколения, с пятого. А еще там бог знает сколько. А в чем-то причина, это одна из этих. Но я-то вам объясню, вы меня слушайте, а вы заступаете за людей, которые меня не слышали, слушать-то не хотят. Вот чем обидно-то. Там, в этом ветке пятого и четвертого поколения, она культурнейшая, она не потеряет вкус, она не потеряет ничего. Но моростойкость она уже прибавила. В ней гены сибирки уже есть, потому что, понимаете, и я беру сибирку, привожу с тайги и приваю на нее ни этого, ни сорта или там клоны. А она уже к ней совместима. Я вынужден говорить, ребята, вы же, пожалуйста, он же, я нашел местное подвои. У меня будет совместимо с вашими? Я говорю, не знаю. Я не говорю, что нет. Я говорю, не знаю. А теперь давайте так. Это все, так сказать, один из полусотни примеров. Все это проходили, не знаю, надо ли это еще разобрать эту тему. Вы-то как раз все это знаете. Я сейчас о другом. Дело в том, что вот не ходите, идите в Африку гулять. Вот он мне, допустим, звонит или пишет. Я хочу научиться привать. Что я должен Алексею ответить? Вы знаете, несовместимость совершенно не это, не понятно, будет, не будет. Вот. Я, конечно, за вас решить не буду, решить не могу, вы уже сами решите. Так я так-то и говорю, когда человек задает вопрос. Многие говорят, я привать умею, пришлите все. И не надо мне ваших рассуждений. К сожалению, и тех мало, и тех мало. И как мне легко, не хочется, чтобы их стало еще меньше. Мне хочется продать черенки. Он их привет, на что попало. Но, что у него может получиться? Я тоже начинал с того, что привал, на что попало. Дело пошло, пусть не сразу. И сейчас приходят черенки, и я их тычу, тычу. Ну, в конце концов, все получается. И даже с первого поколения. Не так страшен черт, как малюет. Как мне человека отучить? Я его сказал, он и так сомневается. Он звонит, да еще голос дрожит. Вы знаете, я так волнуюсь. Мне хочется, но я боюсь, я никогда не пробовал. Я не знаю, мне кажется, кто-то считает, что то же самое, что по сложности, что сердце человеку пересадить. Там мельчайшие сосуды. Да, здесь тоже сосуды. Тоже. Вот. И как ему объяснить? Он же сказал, если я ему начну про биологическое несовместение, а вы знаете, скажу я, я это часто говорю, но я не могу, у меня не хватает физически времени. Многие, кто со мной знает, какой я уже с какими, что я уже это, мне язык не пораиться говорить. С утра до вечера я говорю по телефону. И ни одного нет футболил. Вы знаете, скажу я, вот у вас подвой выдерживает 50 градусов. Вот. Вы достали южный 40. Не важно, у меня это, он выдерживает 30. Выходите, а у вас 40 градусов мороза. Что делать? Привили. А он сдох. Почему? Не потому, что он не приобрел морозостойкость, как утверждает Мичурин, а потому, что несовместим. Так же, как у меня друг, ему пересадили почку от кого-то, от чужого дяди. Вот. А ему 30 лет, и он 31 год умер. Несовместимость от биологических, понятно, а генетика не позволяет. Кто бы спорил. Но и отговаривать я никак не могу, вот Алексей, не могу вот просто сказать, вы знаете, вы меня купите. А у меня примеры, они же, откуда у меня сотни фильмов? Приезжает ко мне Мажелин Александр, отчество до сих пор не знаю. Как он стеснялся, когда рассказывал фильм, я показывал на экране его фотографии. Он у меня купил одну, единственную, абрикосину. Она, это маньчжурский абрикос, с косточкой, вылечена с дерева. Я ее раз привил, это мой классический пример на будущих, для будущих этих, так сказать, студентов. Раз привил, привилка мертвая, а он продолжает расти. Ну, раз я привил, значит, я его коротил, два, еще год, попробуй убей его, ага, замучился. Хоть привай у земли, выросает снова. Второй раз привил, опять мертвая. Третий раз привил, а почему я помню? Потому что, я никогда не халтурил, а здесь приезжает Мажелин Саша, с Абакана. Фотографии неудобно, каждый раз начинает сначала, видели? Приезжает Сабакана, и ходим по саду, я подхожу, вот такой вот, красавец, два метра, весь такой, крона вся уже вот такая, внизу весь изувеченный, подчеркиваю. Ну, как там, еще даже торчат эти, следы привилки, не заросшие. Вот. Я возьму этот, а выбора нет, привиты, окончились. Вот. Я говорю, извините, ну, куда? Чего? Взял, взял, занес небольшую цену, но это как бы сейчас 100 рублей, или как бы сейчас 300 рублей, что Сергей не покупает, ни Жардели, ни эти же манчжурцы, которым уже 2-3 года. А тот пошел в 4-й год, проходит время, присылает фотографии, вылитый им, амур, крупный, вкусный, а это манчжурец, с него, ну, правда, рядом папа растет, амур, тут уже понятно, кто тут умудрился, так сказать, по-соседски, опылить. Вот. И что вы думаете, это все? Когда он, еще через 2 года, фильм видели, приехал и рассказывал, это все на это. Вот. У него уже здоровенный сад и еще и питомник. Начал с одного, первого и последнего. А он у меня не упрямо не привился. И тогда я что сделал? Я взял, сейчас, видите, это у него получился такой, а у меня получился, просто косточка от манчжурца у соседа выросла, прививка погибла, заметьте, как у Мажирина. Вот. Получилось вот это, потом получилось вот это, а рассказываю я как анекдот. Я начал с него брать эти, косточки, уже не как манчжурца, вспоминайте мой каталог, как сын манчжурца номер раз. Сейчас его уже нет на свете, сейчас объясню. Вот. Соседка первый год не собирала, второй не собирала, говорила невкусные. Вот. А я-то сказал, ну пусть будет жалко вам что ли, на их территории, за забором. Вот. Потом однажды прихожу, с ведерком, а он, зараза, неубиваемый, то есть у меня культурных-то не было, ну вот такой. Она собирает, я говорю, ты что это самое, ты что, ты что, а она мне говорит, а они вкусные, я попробовал. На третьей, все это, это, стал вкусным. Вот это уже девочка, Вика моя знакомая, да, фильм номер пять, диск номер пять, а это ее рук дело, она сняла, да. Посмотрите, это что, дикарь, так он еще и не привитый, к тому же. И вот, когда я говорю, это Алексей, ну как бы, за очередь с вами разговаривать, как бы, аудио разговор, вот. Этот разве, с Амуром, если Амур привить на него, несовместимость не будет, это уже не тот дикарь, из той дикой тайги, которая в психотерилийнических горах, это уже не тот, это уже следующее поколение. Вот видите, я тогда взял и составил вот эту таблицу. Это все манчжурцы, манчжурцы, это все дети манчжурцев, полюбуйтесь, это все потомство, а некоторые, вот это науково, вот это не моя линейка, это линейка ученого, вот, изучал, правда, толку от этого изучения. Это сеянцы, это дикарь из дикой тайги, вот она, сихотерилийнские горы, вот это, это получился сладкий, чисто сладкий, вот, это не вкусный, это сам манчжурец, вот на дальнем плане. Мне некогда все это проказывать, снова сладкий, вот, кто у него папа, ну-ка признавайтесь, никто не знает, я не знаю, посмотрите, красота какая, молодежь, долго ждать первого плодоношения, посмотрите, долго ждать, вот, ну некогда мне, ну некогда, столько надо рассказать, полюбуйтесь, красота какая, они все разные, вот, вот, это же, вот это знаете, почему я фотографирую, потому что это манчжурец, у меня еще на одном был лист, крючок крупнее, Ирина Александровна, если вы смотрите, помните, я показывал, с огромными листьями, ненормальными, спилил я его, вот, никому не понадобился, вот, ну и в общем, понимаете, манчжурцы, 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 вот, разве у меня может быть, это так коротко, хотел длинным, но некогда, извините, ребята, поедем дальше, в общем, я надеюсь, что, как сказать, я все, что мог делать, я костюмилег, я десятки раз рассказывал, куда больше-то, вот, диски не нужны, еще каждому рассказывать, индивидуально, но это половина, даже дослушает до конца, ну все понятно, раз вы так предупреждаете, значит, ни хрена мне не получится, вот, я должен убедить, как, как, как сказать, чтобы было желающих максимум,